Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Пять человек погибли в ДТП на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Трагическая авария случилась около 11 утра в воскресенье. 37-летний водитель автомобиля Toyota Hilux выехал на встречную полосу и ударил ВАЗ первой модели с прицепом. Удар был такой силы, что копейку просто разрубило вдоль надвое. К тому же у Toyota отлетело колесо и повредило еще один встречный автомобиль – Nissan. В нем никто не пострадал, а вот все четверо ехавших в «Жигулях» мужчин возрастом от 19 до 50 лет погибли на месте. Не выжил и пассажир Toyota, и только ее водитель, виновник аварии, попал в больницу с травмами. Владимир Путин поставил перед экономикой страны амбициозную цель. К 2025 году не меньше 30% продукции предприятий оборонного комплекса должно быть гражданского назначения. Диверсификацию ОПК обсудили на выездном заседании Комиссии Госдумы в Новочеркасске. Выездные заседания Комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организации оборонно-промышленного комплекса проводят нечасто. Единственный раз в этом году решили собраться в Новочеркасске. Оборонно-промышленный комплекс проявляет очень большой интерес к Ростовской области. Традиционно целый ряд предприятий вовлечены в производственную кооперацию. Перед нами стоит, в общем-то, такая нетривиальная задача стать связующим звеном между заказчиками, в первую очередь это предприятия ОПК и высокотехнологической промышленности, это академическими институтами. К этой работе привлечены также российская венчурная компания, фонд «Конверсия» при вебе и банке, подчеркнул Владимир Гутенев. В Донском регионе наметился системный подход диверсификации предприятий оборонки. Один из ярких примеров – Росвертол, который создает вертолетостроительный кластер для выпуска военных и гражданских вертолетов. Также планируются инновационные проекты по производству оборудования для ОПК, пищевой и нефтегазовой промышленности. Очень приятно, что лицом к этому вопросу повернулись федеральные законодатели. Вопрос вышел на федеральный уровень, я думаю, что с этим делом толчок будет очень серьезный. То, что наука глубоко погружена в вопрос оборонного комплекса, это мы знаем досконально. У нас в этой проблеме НПИ, у нас и ЮФО, у нас и ДГТУ – это три ведущих вуза нашей области, которые непосредственно занимаются проблемой. В перечне стратегических предприятий Дона – 18 из оборонного комплекса. Замминистра промышленности и торговли России рассказал о мерах господдержки предприятий, стремящихся диверсифицировать свою продукцию. На получение субсидий, которые полностью компенсируют затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, подано 100 заявок. В 2018 и 2019 годах на эти цели выделено больше 9 миллиардов бюджетных рублей. Анна Туполева, Мария Индрикова, Тагир Фатахов, ДОН-24, Новочеркасск. Прием документов на участие в предварительном голосовании завершен. Из этих политиков, опытных и начинающих, дончане выберут кандидатов в депутаты областного законодательного собрания от партии «Единая Россия». Итоги регистрации претендентов подвели на заседании Оргкомитета. 3900 человек уже подали заявление на участие в предварительном голосовании к выборам в законодательные собрания и городские думы по всей стране. Ростовская область в числе регионов-лидеров по активности претендентов для участия в предварительном голосовании на Донду зарегистрировались около 350 человек. Организационный комитет провел анализ состава участников предварительного голосования. 282 участника впервые пробуют свои силы в предварительном голосовании. Около 30% участников – это молодежь в возрасте до 35 лет. Для самых молодых и начинающих политическую карьеру участников предварительного голосования организован специальный партийный проект «Политстартап». Молодые люди могут учиться у лучших политологов и политиков. Вчера участвовала впервые в дебатах. Все навыки по успешному аргументированию всех своих вопросов, всех вопросов от избирателей я применяла благодаря проекту «Политстартап». Молодежь у нас очень активная, креативная, талантливая. Она выдвигает свои проекты, которые будут реализовать в процессе и предвыборной кампании, и последующей работы. В этом году в 49 субъектах страны пройдет 77 избирательных кампаний и единый день предварительного голосования «Единой России» к выборам в ЗАГСобрании Ростовской области 3 июня, а сами выборы 9 сентября. Иван Полехин, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Прохождение полосы препятствий, преследование по следам, поиск наркотиков и взрывчатки – все это этапы межведомственных соревнований кинологов. 24 команды с Юга России, а также из Белгорода, Воронежа, Костромы и даже Белоруссии показали мастерство в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. «С поводком можно бежать. Можно бежать без поводка, но собака должна бежать, естественно, с вами». Во время инструктажа перед служебным биатлоном старший инспектор-кинолог Надежда Шиянова с напарником боем настраивается на победу. Ведь на работе не раз находили взрывчатку и оружие. Вместе напарники три года, с тех пор, как предыдущий хозяин с панели ушел на пенсию. «Притирка какая-то была, где-то он старался хитрить и не всегда слушался, но в итоге нашли мы взаимопонимание. И сейчас это действительно верный, надежный не только напарник, но и друг, и член семьи. Хитрить, но он мог просто делать вид, что он что-то нюхает, обследует, а сам в это время просто думал о чем-то своем». Бою уже 9 лет, но на пенсию он пока не собирается, а с боем преодолевает препятствия. С панели холерик не дает скучать хозяйке даже во время испытаний. В команде по три человека, каждый проходит служебный биатлон, а затем один занимается работой по следам, другой – поиском наркотиков, а третий – взрывчатки. На этой площадке собака должна без помощи хозяина обнаружить закладку в автомобиле и уложиться в минуту, а то отнимут баллы. «Собака обязана обозначить сигнальную позу. Это сигнальная позу. Это укладка или усадка, либо еще такое выражение – зависание. То есть собака должна как бы найти предмет и замереть на определенное время. После чего он поднимает руку и говорит о судье, что собака насладная, искомый предмет». На каждом упражнении можно набрать 100 баллов и стать чемпионом, например, в обыске местности. В качестве судей – руководители Центров кинологической службы России из разных регионов страны и из Белоруссии. «Оценка будет проходить по очень сложной системе. Системе она разработана и утверждена ведомственными приказами Министерства внутренних дел. То есть это по отработке различных приемов управляемости, по действиям как специалиста-кинолога, так и его служебной разыскной собаки». Ростовская школа служебно-розыскного собаководства подготовила около 60 тысяч кинологов. Выпускники работают по всей России, а также в Сирии, Палестине, на Кубе. «Очень приятно о том, что именно наша ростовская школа является кузницей кадров для подготовки кинологов для всей страны. Правительством Ростовской области, руководством школы установлены добрые, теплые взаимоотношения. И мы знаем, что большинство выпускников этой школы будут работать в Ростовской области, защищая жителей Ростовской области, раскрывая преступления, выявляя оружие, наркотики, противодействуя терроризму». Победитель получает почетную грамоту и право поднять флаг России на открытии следующих соревнований. Екатерина Лободина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Молодые казаки к труду и обороне готовы, что доказали в зимовниках при сдаче норм комплекса. Около сотни бойцов Всевеликого войска Донского бегали, прыгали, стреляли и жали гири на слёте ГТО. «Смотри, пристрелочные, незачётные, те же самые, всё точно, чуть-чуть, чуть-чуть. Настоящему казаку мало безупречно владеть шашкой, стрелять тоже надо уметь. В меткости соревнуются 11 команд из 8 округов Всевеликого войска Донского, Ростовской и Волгоградской областей. Сегодня в борьбе юноши 16 и 17 лет». «Подготовка шла у нас упорно. Не покладая рук, тренировались каждый день. Мы приехали, чтобы победить. Наверное, наиболее сложная для нас дисциплина – это гиря, потягивания». Бег по двухкилометровой трассе в жаркий день – нелёгкая прогулка. Затем прыжки в длину и отжимания. Всё строго, засчитывая только правильное выполнение упражнений. «В соревнованиях будут использованы дисциплины, входящие в нормативы спортивного комплекса ГТО. А казачью дисциплину мы будем стараться и работаем над этим, чтобы фланкировка казачьей шашкой вошла как региональный компонент для казачьей молодёжи Ростовской области». Такие состязания ещё и своеобразные смотрины. Лучших спортсменов берут на заметку. Они представят регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут у нас в Ростовской области. «У нас есть уникальная возможность среди множества команд выбрать спортсменов, которые будут защищать честь Ростовской области. Ну а важно, что самая главная задача, чтобы молодёжь вела здоровый образ жизни, занималась спортом». Этот слёт казачьей молодёжи по сдаче нормативов ГТО уже третий. Организаторы отмечают, что с каждым годом уровень физической подготовки участников растёт. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Дон-24, Зимовниковский район. Грузинский праздник Давид Тоба отметили в Донской столице. Он назван в честь святого Давида IV, царя, прозванного строителем. Время его правления считается в Грузии самой счастливой эпохой. В этом году на торжестве выделяют две круглые даты. Ровно 25 лет назад в Ростове создано землячество народов Грузии Вардзия. Второе в городе после армянского. Сейчас это грузинская национально-культурная автономия. Я стоял у истоков создания нашего землячества. Это было не так легко, но вместе с тем с поддержкой администрации города и области создали это землячество. А потом область приняла решение по всем народам, представляющим бывший Советский Союз, создать это землячество на Донской земле. Название землячества Вардзия выбрано в честь знаменитой пещерной крепости Ваджарии, где в борьбе с турками и персами грузины отстаивали свою землю. Вторая дата праздника в этом году – пятилетие строительства храма равноапостольной Нины, христианской просветительницы Грузии. Временный храм уже построен, в котором ведется служба как на грузинском, так и на русском языках. Большой основной храм строится и уже закончил нулевой цикл. Диаспоры и автономия, а в нашем регионе их более двух десятков, дружат. Все руководители на празднике в числе почетных гостей. Ну а Вардзия объединяет больше десяти тысяч грузин. Ведут очень серьезную работу по возрождению, сохранению истории, культуры, духовности народов Грузии. И делают все возможно, необходимо для укрепления межнационального согласия народов, проживающих на Дону. Поэтому мы очень благодарны национально-культурной автономии, руководству. После официальной части праздник продолжился концертом. Юлия Карасюк, Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова